Всем привет! Давно у меня не было 15 дней, я вообще камеру в руки не брала. Ну, на то были причины. У нас вообще очень много всего произошло за эти 15 дней. Дети у меня сейчас в данный момент на больничном. Кирюша с ветрянкой. Хотя в прошлом году мы в январе месяце переболели ветрянкой, но нам как бы доктор сказал, либо у вас ветрянка в том году была в легкой форме, хотя сам доктор к нам приезжал, то есть мы вызывали на дом и сказал, что это ветрянка именно. Там особо больших высыпаний не было, и температура была очень маленькая, и буквально там полдня. Либо это было в легкой форме, либо это было не ветрянка, вот так нам сказали. А в этом году у него прям очень большие высыпания, то есть большие участки. На лице уже немножко проходит, потому что он с 10 числа у нас болеет. Сегодня уже получается четвертый, пятый день. А у Никиты просто кашель был, поэтому в школу тоже не ходили. Мы сегодня взяли справку, мы как раз съездили с утра в больницу, взяли справку Никитке. Завтра он пойдет уже в школу. Вот. Мне сейчас надо привести себя в порядок. Помыла голову и сейчас хочу вытянуть волосы. Потому что для Я тортодел мы снимали торт, отдельно снимали процесс оформления торта. И мне как бы нужно начало и концовку снять для этого видео. Поэтому сегодня пока у меня хорошее самочувствие, мы решили заснять все. Я уже накрасилась, но обычно я как бы сначала привожу волосы в порядок, а потом только крашусь. Сейчас вот сегодня наоборот сделала. За эти дни очень много поздравлений получила. И с Рождеством, и со всеми новогодними праздниками, и со Старым Новым Годом, и с Новым Годом. В Инстаграм тоже поздравляла там всех. И с наступающим праздником поздравляла в прямом эфире. Вот в последнем видео я на тортодел, на Я тортодел было как раз вот прямой эфир как раз был. В том году, 30-го числа. Хотя можно и так вообще оставить, что выпрямлять. Не, надо выпрямить. Потому что вот в таком виде, вот кудрявом, они у меня могут только день вот так быть. На следующий день вот я посплю, и на следующий день у меня вот такой вот полный шухер. То есть это надо будет в любом случае что-то с ними опять делать. Либо опять мыть голову, а голову я мою, получается, где-то через день. Даже через два дня, потому что, ну, не приучая. Летом вот приучила волосы чуть ли не каждый день мыть, и все. Это прям беда сразу начинается. Хотя у меня как бы нежирные волосы. Я имею в виду, вот нет такого вот сразу явного блеска у корней. Но все равно. Поэтому легче выпрямить, чтобы они потом у меня в течение нескольких дней были вот в том же виде, в каком я их выпрямила. Сейчас как раз влажность не такая большая на улице, они у меня особо не кудряются. Ну что, приступаем. Так, ну все. Порядок себя привела. Сейчас только переоденусь. И все, можно будет снимать. Отсняли мы начало и конец для видео. И я, не могу тут себе чаю загрела. Такого вот ягодного фрукта. Здесь и ягодки, и фрукты. Хотела показать вам хлебушек. Вот такой вот мы делаем сейчас. Это уже второй. Очень такой простенький и удачный вообще рецепт. Корочка хрустящая, и он мягенький. Это вот вчера я делала его. Он на следующий день тоже очень вкусный. Но я его в пакет не заворачиваю. Я его такой полотенчиком прикрываю. И все. А когда только сделается, остынет немножко. Это вообще вкуснотища. Детям очень нравится. Ну что вы, я хотела еще вам показать, что здесь пришло. Губки. Да, губки меламиновые. Мы думали, что там такое. Да, мы думали, что это вообще... Она мягкая такая была. Ну она мягкая, но я попробовала одну. Может быть я ошибаюсь, но качество, мне кажется, похуже, чем у тех, которые продаются по две штуки в отдельных упаковках. Фикс прайсе. Ну и здесь дофига. Сколько здесь? Полно 100 штук. Где они шутят? В общем, потом шкафчики распределим. Тогда считаю. Я не помню, сколько там было. 100 штук. Да, они потому что все отмывают. Там удобно. Кирюш, что не показали. Не, не, не надо к себе на лицо. На лицо тебе вообще ничего не надо прикасать. Вот у нас ветряной мальчик. Не надо так близко, а то у тебя сразу такой шнобель. Такой нос сразу большой. Вот так. Вот у нас ветряной мальчик. Что с лицом? От зеленки мы полностью отказались в этом году. В том году мы мазали зеленкой. А в этом году он сказал, мама, я не хочу хоть финистил. У меня финистил гель. Я использую, не мажу. И супрастин даю пополовинке, чтобы не чесалось. Вот так особо не чешется, конечно. И температура вот у нас 3 дня была. До 38. 38,3 где-то вот так самая большая была. На лице уже проходить начало. А на спине еще вот, который... Еще вот здесь. Ну да, вот видишь, у тебя на лице уже, они самые первые у тебя повылазили. Вот эти вот трещики на лице. И они уже проходят. Ну, слава богу. Никита у нас переболел, помню, 4 годика. И у него осложнение потом на уху пошло. Мы еще потом очень долго ухо лечили ему. Да, я прям для этого, да, и покупала. Чтобы вы башню строили. Это у кого... Ладно, я их все равно доставать. А вы как раз сейчас достанете? Потом поможете мне их все перенести в ванную. Я там в шкафчик вкладываю. Хотела показать, что дети смотрят. Красную шапочку, помните, в нашем детстве? Буратили, красная шапочка. Ядрё на вошь. Мы все, мы ее опустошили. Понятно. Мы тренируемся, кто быстрее. Чем бы дитя не теслось. У меня самая большая была. И Кирилл ее не оботерзнулся, а он на нее подумал. Да нет! Тогда она сама обвалилась. Понятно. А потом у Кирилла. Когда я свою устаю, у него обвалилась. А у меня дебилка вот такая вот осталась. Вот именно такая вот. Понятно. Ну ладно, сейчас быстро восстановлю. Тут дальше нельзя. Потому что я даже не достаю. Только рисковать есть. Ну что, когда будем складывать? Сейчас. Сейчас она упадет. Рекорды. Тихо, 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 тихо. А ты-то чего? У тебя же не... Ай, у тебя упало. Ладно, давай заново. Ну все, давайте заново. Или давайте собирайте и унесу. Я хочу заново. Я рекорд, мам, ты видела, по почти, там сколько, 9 почти этажей было. Поможешь тогда Кириллу тоже собрать. Так, ящичек. Что-то понапихали мы их. Все равно все сюда не влезут. Остальные вон, маме. Это за ним. Все остро мрак там. Покупала я, кстати, их на Алиэкспресс. Алиэкспресс. Все? Тебе легче стало, сынок? От поцелеве. Так, ну все, хватит. Остальные раздам. Там штук 20 осталось. Мы поехали за батарейкой. Пришла батарейка. Двойная. Помните, я вам рассказывала, мы заказали батарейку мне на эту камеру. Вот. Сейчас поедем заберем ее. Сызрани. Кирюша у нас на улице не ходит. У нас если где-то ездит, то в машине все время сидит. Да, Кук? Три дня вообще из дома не выходил. Ты что, там морковку кушаешь, что ли? Да. Что-то тут как-то, какая-то движонка непонятная на трассе. А, тут чистят. Да. Мы думаем, что так все объезжают. Я думала, что войны. Кирюш, хорошо, да, что ты сейчас заболел ветлянкой, а не в день рождения? У Кирюши 23 января день рождения. Тогда он заболел, когда заболел. Да, в том году тоже он заболел. Прям как раз к нам пришли родственники все, мы сидели за столом. И я вот как раз у него обнаружила вот эти вот крышечки на руке сначала, а потом вот у него на спине. Вот мы до сих пор не знаем, то ли это была у нас ветрянка, то ли это была, может быть, аллергия на что-то. Мы тогда думали, что это ветрянка, потому что он был на больничном у нас с ветрянкой в том году, на свой день рождения. Поэтому нам его не удалось вот... И опять. А сейчас нет, а сейчас уже у него серьезно. Это уже по-любому ветрянка. Это уже там такие болячки у него на спине особенно. Он один раз не серьезно. Ну, слава богу, на лице нет. Вот у Никиты на лице остались несколько шрамиков. Ну, там у тебя над глазом. У Кирюши на лице мало вообще высыпаний. И они такие мелкие, то есть болячек там не останется. У меня на спине их много. На спине, да, много. Вот, в этом уж году мы сделаем, Кирюш, дай тебе день рождения. Это в том году мы уже заказали с папой заранее, заказали кафешку, заказали аниматоров. Трансформеры Бамблби должен был. Трансформеры Бамблби, короче, там должен был быть один. Или двое их должно было быть, там еще один. Вот этот вот синий с красным. Пиццерий. Да. Хотели вот в пиццерии отпраздновать. Мама, знаешь, как зовут, который робот вот такой большой синий с красным? Как его зовут? Оптимус Прайм. А, точно, да, Оптимус Прайм. И вам. Вот, но в этом году он захотел день рождения у нас... С Человеком Пауком. Да, с Человеком Пауком. Поэтому тортик мы будем делать на эту тематику. И начинку даже заказал. Говорит, бананово-карамельный хочет, да? У нас папа, он забрал посылочку. Теперь я как путная буду с нормальными батарейками. Куб, ну не обижайся, может, папа и вам возьмет. Я захотела роллы. Поехали в сушевесла. Ну, мне нравится именно здесь. Мы потому что брали на других точках, вот, где тоже делают. Сушу, роллы. Ну, вот роллы мне здесь больше всего нравятся. Кирилл обиделся. Да папа всем возьмет, что-то не только мне. Я возьму, да. Вообще давно уже надо самим сделать. Мы как-то, помню, делали с Олежиком. Ну, он полностью занимался приготовлением. Я даже там вообще не прикасалась ни к чему. Вот. Ну, еще мама попала. Помните? Целый наш металлический поднос папа делал. Мы тогда всех родственников позвали, объелись в половину этих роллов. Не, так, не, мы вроде два раза. Помнишь, когда мы еще в квартире жили? А, еще, да, когда в квартире жили. Тоже много делали. Мы там один, не, вроде два раза мы там делали. Ну, потому что если их делать, то их надо сразу много делать. Ты же не будешь ради там шести-восьми штучек вот это вот все заморачиваться. Ну, специально много помнишь? Мы брали, у нас только штука была, которая заворачивать. Если можешь вот для компании какой-нибудь сразу наделать. У нас листы были, все у нас было для этого. Да, это все продается живом в супермаркете. Все это можно взять и тоже сделать. Но это надо вот с обеда начинать и вот к вечеру нормально все будет. И вот позвать тогда всех. Любую помнишь тогда мы тоже, когда еще в доме, ну, тогда вот час до ремонта. Жили там тоже делали. Ну, я говорю, вот тогда в прошлом году, что ли. И мы сразу, папа у нас в зал в семейной группе в Альбере выставил фотку с полным подносом. Вот полный поднос ролл. Возьмет вам он нам. Да возьмет он вам тоже. Не важно. Да нет. Ну, значит, я с вами поделюсь. Я поделюсь с вами, Кирилл. Нет. Да может, он сейчас вообще ничего не возьмет. Может, он пиццу какую-нибудь закажет. Какую пиццу? Ну, что ты возмущаешься раньше времени. Ну, что я вкусно? Мам, мам. А мы заедем к бабуле. Не знаю, посмотрим сейчас. Надо еще позвонить заранее бабуле, чтобы если что-то, если она не занята, может быть, заедем. Чай попьем, поразговариваем, поедем домой. А ладно? Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Я уже насмотрелась. У меня же вот такие вот глаза. Я опять покрыла серебряным лаком. Он такой полупрозрачный. Но я обычно сама не крашу ногти, я же делаю гель-лак и все такое хожу. Но у меня есть различные лаки именно для педикюра только. И вот мне очень понравилось вот это покрытие. Я до Нового года, помню, пробовала, но потом стерла быстро. Красиво смотрится, все равно так необычненько. Ну, что, братишки? Бей. Вот, хотела показать батареечки. Здесь зарядное устройство к ним сразу идет. И вот такой вот кабель USB. То есть через USB можно заряжать. Такие вот они толстенькие. Толстенькие. Мама, синие мои носки? Да. Да, да. Ну вот у меня сейчас вот в половину меньше батарейка. Этой батарейки хватит на 5 часов. Ну и, соответственно, этой тоже. Если полная зарядка тут идет. Моей той батарейки старой, которая у меня сейчас прямо на этой камере стоит, ее где-то на 2 часа хватает. То есть получается у меня общая сумма заряда будет 12 часов. Можно хоть куда ехать. Хоть весь день с ней ходить. Вот. И еще мы решили, что вот у нас сегодня я захотела роллы. Ну, вот купили побольше. Решили, что у нас сегодня будет семейные посиделки. Развалимся, короче, на диване. И будем смотреть фирму. Сейчас Никита на завтра соберет портфель. Кирюша там убирает свои машинки в комнате. Сейчас папа что-нибудь найдет нам посмотреть. Будем отдыхать. И, девочки, еще напоследок хотела сегодня сказать. Помните, я покупала сама от порошок большой такой. Все отмывает, никаких ни разводов. Ну, я, правда, еще ополаскиватель использую. Но это как бы я его всегда добавляла в посудомойку. Никаких вот частичек еды не остается. Все чистенько, аккуратненько. Вот такой вот здоровый. Сейчас, подожди. То есть, получается, 3 килограмма хватает на 100 раз, короче. Засыпается он вот сюда прям. Полностью я засыпаю. То есть, полный у меня он идет. Там где-то получается 30-40 граммов на один раз. Вот сюда полностью. Засыпаю и закрываю. И вот ополаскиватель вот такой вот финиш. Я его второй раз беру. Мне нравится он. Это он у нас сюда заливается. Но его не каждый раз нужно заливать по мере использования. То есть, если там заканчивается ополаскиватель, здесь прямо видно. Здесь вот даже можно немножко залить до уровня. И все. И на несколько помывок хватает того. Ну, в общем, вот так вот до предела и закрываешь. И все. Соль я тоже использую финиш. Ну, так больше, в принципе, пока нечего сказать. Самат мне изначально нравились. Таблетки. И вот теперь вот порошком я пользуюсь. Сейчас разберу посудомойку. И пойдем вот с нами пацанами смотреть фильмы. Давайте до завтра. Всем пока.